Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я расскажу о том, как правильно сажать ирисы. Пересадкой или делением ирисов лучше всего заниматься как раз сейчас, в конце июля или в начале августа. Потому что после посадки должен пройти хотя бы месяц для того, чтобы ирисы успели укорениться. Чем позже вы их будете рассаживать, тем меньше у них шансов перезимовать. А дальше смотрите, как правильно делить и сажать ирисы. Пришла пора пересадить ирисы. Как же это сделать правильно? На что нужно обратить внимание? Во-первых, вот эти старые корни, после того, как ирис отсветет и пройдет приблизительно 3-4 недели, они начнут отмирать и рядом с ними начнут формироваться новенькие желтенькие корешки, которые будут питать растения в следующем году. Поэтому при пересадке обычно эти старые корни обрезаются. Но не нужно обрезать их полностью, потому что с их помощью новое растение сможет держаться в грунте. Если не пересадить вовремя эту деленку, а хранить ее в пакете, то эти старые корни могут начать гнить. И тогда их нужно убрать полностью. Вы видите, здесь у меня одна деленка старая, она цвела в этом году. И у нее много листьев, она такая с крупным клубнем. Другая деленка молодая, она не цвела. Клубень у нее гораздо меньше. Но для пересадки, для деления лучше всего использовать вот такие молодые растения, которые еще не цвели. Они лучше приживаются и богаче цветут. Но можно, конечно, использовать и старые. Лишний клубень лучше всего обрезать. Он нам совсем не нужен. А срез обработать, например, толченым углем или смазать зеленкой или йодом. В общем, любым антисептиком. Плюс у старых клубней это почки, которые формируются вдоль клубня. И из этих почек можно получить быстро много новых растений. В принципе, эти деленки готовы к посадке. Эти ирисы очень любят солнышко. И поэтому, выбирая место посадки, ориентируйтесь именно на то, что это должно быть очень солнечное место. И они не выносят затопления. Ни весеннего, ни осеннего, никакого затопления быть не должно. Иначе они начнут гнить и не будут хорошо цвести. А цвести хорошо они будут только на солнышке. И еще корневище ириса очень любит греться на солнышке. И в этом особенность его посадки. В отличие от других многолетников, никогда ирис не нужно заглублять и зарывать корневище полностью в землю. Как же его правильно посадить? Если у нас есть длинные корни, то их нужно будет заглубить. Это закрепит растение в почве. Листья, конечно, перед посадкой нужно обрезать. Иначе растение будет из-за них заваливаться и не будет корневая система в почве. Яму глубокую мы никакую не копаем. Если есть корни, то их нужно заглубить. Поэтому в центре ямки мы делаем насыпь, такую горку, желательно даже песчаную горку, а вокруг нее ямку. На эту горку мы располагаем корневище, на горку кладем, а корни опускаем в ямку, в траншейку вокруг. И затем эти корни мы засыпаем почвой. Вот так правильно сажать ирисы. Их спинка должна оставаться на поверхности. Но есть, конечно, не морозостойкие сорта, гибриды, которые могут пострадать в таком виде. Особенно в первый год после посадки. Поэтому такую молодую посадку ирисов лучше замульчировать хвоей, например, или засыпать, не очень желательно, листьями, потому что мыши могут развестись. Очень хорошо укрыть эти корневища лапником. И до наступления устойчивых морозов, это корневища укоренится, желтые корешки нарастут по всей поверхности. И весной растение с радостью начнет свой рост. Теперь, конечно, нужно полить. Надеюсь, что вы что-то узнали новое для себя. И теперь у вас будет прекрасный ирисарий. Подписывайтесь на канал Аленин сад. Не забывайте ставить пальчик вверх, конечно же. Всего вам доброго и до новых встреч!